И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим любимейшим рейтингам. Давным-давно у нас не было видеороликов, посвященных каким-то легендарным игрокам или вообще видосам, связанных с рейтинговой частью. Раньше получалось какими-то периодами времени всё это дело, конечно же, записывать. Вам это нравилось? Ну и сегодня настал тот самый момент поговорить о том игроке, на котором, наверное, держится большая часть донатов игры. И по факту, наверное, можно сказать, это самый жёсткий донатер, который когда-либо был в нашей игре. Когда-то я, ну если быть точным, где-то около 9, может даже больше месяцев назад записывал видеоролик, посвященный данному игроку. Как вы поняли, это уже кэш-аут. Где говорил о том, что это самый жёсткий донатер. На тот момент времени у него было 12 миллионов прожатых мин, около 100 тысяч пойманных с золотых ящиков. Понятное дело, что эти голды ловились не просто в матчмейкинговых боях, и он не самых просто сидел и голдоловил, это были скинутые золотые ящики. И сегодня настал тот самый момент времени, когда мы снова возвращаемся к этому молодому человеку на данный момент времени поменялись почти в два раза цифры. И данный игрок продолжает вкладывать деньги в нашу замечательную игру, даже при том раскладе, что у нас в последнее время падает онлайн. Ну, сегодня, наверное, не об этом, но и там многие начинают задаваться вопросы, как там игра живёт, да вот как она живёт, вот, благодаря таким жёстким, нереальнейшим донатерам игра продолжает жить и существовать. Если на момент времени, когда я записывал видеоролик, у данного игрока, а именно у кэшаута было прожито, как я уже сказал, 12 миллионов мин, то сейчас это количество в два раза больше, даже с небольшим, 25 миллионов 645 тысяч мин. Вы просто вдумайтесь в это число и представьте, насколько долго нужно просто заходить в катку и прожимать эти мины. Понятное дело, что это паркур. Понятное дело, что, скорее всего, юзается дополнительная возможность автокликера, потому что, ну, я, наверное, не представляю, как можно брать и прожимать настолько большое количество мин просто рукой. Ну, 25 миллионов кликов, ну, я, наверное, не верю. Там, наверное, на 25 миллионов кликов надо приличное количество клавиатур поменять, хотя, в принципе, для игрока, который донатит настолько большое количество денюжек в нашу игру, я думаю, что для него, наверное, это не проблема поменять клавиатуру, но я думаю, что ему дороже свои пальцы и все эти мины, конечно же, каким-то, ну, таким способом более простым прожимаются. Прожимаются, но все равно, если вдуматься, какие кристаллы и, ну, понятное дело, что деньги нужны на все это дело, то можно понять, что неплохие сумочки продолжали вливаться в эту игру даже после выхода того первого видеоролика. Также, как я уже и сказал, поймано золотых ящиков было 100 тысяч, сейчас 169, можно сказать, ну, можно округлить до 170 тысяч золотых ящиков. Это пойманное количество, при том, что здесь, на этом аккаунте всего лишь использовано 24 тысячи голдов. Соответственно, я, по имеющейся мной информации, знаю, что у этого игрока есть еще дополнительно мульты, с которых он скидывает голды, я не знаю, зачем там юзать какие-то дополнительные махинации, но, в общем и целом, есть еще дополнительные аккаунты, я честно не знаю точно там никнеймов, примерно, да, там помню, какие были, и именно с них уже кидаются данные золотые ящики на этот аккаунт. То есть, по сути, у игрока не один аккаунт, и не два, их большее количество. Я, честно, не знаю, сколько их, если вы, например, там владеете подобной информацией, то можете написать в комментариях, но остается фактом, игрок продолжает спонсировать проект и хочет, чтобы эта игра даже с 8 тысячи онлайном, постоянным, ну, на данный период времени, на момент лета, жила дальше и существовала. Я уверен, что таких бы игроков было бы значительно больше, если бы разработчики у нас все-таки делали акцент на ББП бои. Сейчас, как вы знаете, весь акцент сконцентрирован непосредственно на матчмейкинге. Ну и, возможно, эти концентрации от разработчиков выбили из строя довольно большое количество игроков, которые бы могли до сих пор играть в эту игру. Да, вы знаете, что раньше такое количество было очень большое, которые и донатили в игру, и в паркурах там сливали безумные большие количества там миночек ставят. Да, мины, вы сами понимаете, насколько много кристаллов на все это дело нужно вливать. Но сейчас таких игроков остаются единицы, но большего и жесткого донатера я в нашей игре, к сожалению или к счастью, не видел. Данного видеоролика могло, по сути, наверное, не быть. Если бы я просто сегодня не зашел и не посмотрел на все эти безумные цифры и не задумался о том, что, а может быть, все-таки стоит уделить внимание еще раз этому игроку. Все-таки прошел уже довольно длительный период времени, и цифры жестко поменялись. И, к слову, не помню, что было тогда с эффективностью. Сейчас данный игрок находится на втором месте по эффективности. Если посмотреть на рейтинги, то до Ярика, который занимает первую строчку в этом рейтинге, осталось 503 очка. То есть, по сути... А, нет, даже не 500, 403 очка. 403 очка, по сути, не сказать, что это мало, да. То есть, все мы понимаем, что на данном уровне это очень и очень тяжело сделать. Когда-то набивались всякие интересные воспожиги, где кэшаут мог поднять эту замечательную эффективность. Как вы видите, в последнее время ничего подобного нет. Возможно, игрок и так согласен со своим вторым местом, не хочет никакие другие жесткие врывы использовать. И так потихонечку, где-то на механичке, я так понимаю, да. То есть, например, за прошлую неделю 300 опыта набил и 3000 кристаллов заработал. То есть, это, по сути, x10 и плюс поймал еще 271 гол. То есть, потихоньку все-таки какие-то цифры по эффективности поднимаются. Ну, а что касаемо Ярика, то у него как раз-таки наоборот. Эти цифры падают, хоть и не так быстро, но все равно, да. То есть, вы видите, что здесь по опыту по кристаллам цифры x2. x2 для такого рейтинга это, конечно, очень мало. И все потихо-потихо падает. Когда-то у него было 97500. Сейчас это уже 97200. То есть, возможно, в скором времени даже кэш-ауту удастся еще и по этому показателю обогнать и, ну, стать еще и по эффективности самым жестким, а не только самым жестким донатером в игре. По аккаунту, наверное, больше, в принципе, говорить не о чем. Он не играет, наверное, столь большое время в матчмейкинге, помимо того же штурма, когда можно дать хорошие цифры по эффективности. Хотя, если вот здесь вот посмотреть на штурм, то 265 часов, да, то есть 265 часов, это, я так понимаю, второе место. Ну да, в принципе, в нем и в тишках на захвате флага он и уделяет большее внимание в игре. Легенда с того момента времени немножечко тоже приподнялась, но это не так сильно влияет на эффективность, если уж иметь, ну, такой не кислый коэффициент. УП, конечно, если было бы больше, то и, возможно, было бы большее количество и здесь эффективности, но имеем то, что имеем. Имеем самого лютого донатера, который продолжает, как я уже неоднократно сказал, донить в нашу игру. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу. Пишите, смотрели ли вы тот видос, да, и удивлены ли вы тем, что данный игрок продолжает у нас спонсировать наш проект. Как вы вообще смотрите на этот счет? Я, наверное, позитивно, отлично понимаю, что если такие игроки у нас есть, то и проект полноценно будет жить, существовать. И, может быть, больше или такое же количество, да, будет вливаться в этот проект. И даже при том, что у нас там онлайн падает, там какие-то обновления выходят не совсем крутые, там игроки где-то горят, бомбят, там нервничают, что вот все шляпа усатая, все габелла этой игре. Но жесткие донатеры остаются, а значит, вместе с ними игра тоже полноценно продолжает существовать. И, ну, наверное, в каком-то смысле развиваться. У меня, друзья, на этом все. Пишите, что думаете, как я уже сказал по этому поводу. Поддерживайте данное видео ролик лайком, подписывайтесь на канал, если хотите видеть рейтинговые видосы в нашей игре. Я, в свою очередь, какие-то вот такие вот интересных игроков, интересные моменты для себя буду фиксировать. Если у вас есть, например, на примете какой-то такой же жесткий игрок, как мне когда-то сказали про этого, то пишите в комментариях к данному видеоролику и, возможно, в следующем подобном видосе, если вам это все дело зайдет, мы запишем и зафиксируем какого-то еще жесткого, а может даже несколько жестких игроков. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!